Приветствую всех поклонников танковых сражений с Firefall Fire. Основные авиационные новинки текущего патча уже были рассмотрены, а это значит, пора переходить к танкам. Тем более поводом для этого видео послужили недавние изменения функции разрушения корпуса. Если раньше лёгкая техника отлетала в ангар от каждого попадания бобса в любую часть корпуса или башни, то теперь урон от кинетических боеприпасов был снижен, и так называемый картон живёт чуть больше обычного. И я неспроста выбрал китайскую САУ ПТЗ-89, потому что именно на ней катался до изменений и после. Брони у техники, как вы понимаете, нет. Я улетал в ангар от каждого чиха в мою сторону, однако с недавними изменениями самоходка стала переживать больше попадания от ОБТ. Я несколько раз наблюдал интересную картину. Вместо стреляет леопард, поджигает и больше ничего не делает. В итоге я разворачиваюсь и забираю его ваншотом. Да, возможно игроки ещё не привыкли стрелять в башню, потому что в их памяти осталась старая механика разрушения корпуса. Но тот факт, что мы можем пережить пару попаданий, уже добавляет техники эффективности. Говоря про вооружение, то китайская САУ обладает 120-миллиметровой пушкой, стреляющей ломами или фугасами. В нашем случае подойдут бобсы. Они уже доступны в самом начале, так что прокачивать ничего не придётся. Снаряд отличный. Урон и баллистика радуют глаз. Часто проходят ваншоты. А бронепробитие позволяет пробивать все ОБТ на своём БРе. По ряду характеристик, китайский снаряд будет даже лучше, чем ДМ-23, который используют вторые леопарды. И тут стоит сразу отметить, что САУ обладает автоматом заряжания. Перезарядка осуществляется за 5 секунд. Это делает ПТЗ-89 одним из самых быстрых стрелков на своём уровне. Если вы удачно обошли противника, то несколько фрагов вам обеспечены. Единственное, что нужно учитывать, что в автомате заряжания доступны лишь 11 выстрелов. Один снаряд уже заряжен в самом начале боя, и ещё 10 находятся в запасе. После отстрела боевых укладки первого ЧАДи наступает долгая перезарядка. Так что старайтесь экономить. Сам же боекомплект позволяет брать с собой до 30 боеприпасов, что для полноценного боя более чем достаточно. В наличии мы также имеем крупнокалиберный пулемёт, который может нам помочь в борьбе против авиации противника. На этих БРах часто можно встретить вертолёты, так что лишним это не будет. А вот углы вертикального склонения, как и у большинства советской, китайской техники, не очень. Опускается пушка на 5 градусов, а поднимается на 18. На холмистом местности это может перевести в целую проблему, которая может стать для нас фатальной. Техника очень крупная и хорошо заметна на большом расстоянии. Выезжая из-за холма, противник в первую очередь видит огромную мишень, а уже затем нашу пушку. Часто бывало так, что меня замечали ещё до того, как я успел выстрелить. Приходилось откидывать дымы и как-то отступать. Благо у нас есть хотя бы 8 домовых гранат. Заднее расположение башни тоже привносит своё разнообразие в тактику. К примеру, в городском бою я часто разворачивался кормой, чтобы быстрее выстрелить и отступить. Но задний ход, как обычно, не выделяется. Из плюсов отмечу лишь наличие стабилизатора, он действительно хорошо помогает в бою, а вот фауэр от башни всего 15 градусов в секунду. Это даже медленнее, чем на Т-34-85. Приходится доворачивать корпусом. Кстати, подвижность у нас тоже как у среднего танка Второй мировой. Не могу сказать, что она плохая, но в большинстве случаев первыми до нужной позиции мы точно не доезжаем. Приходится искать другой путь. Что насчёт тепловизора, то на китайской САО его нет. Поэтому на ночных картах мы часто оказываемся в проигрыше. Наш большой силуэт хорошо заметен издалека, а вот в ПНВ особо ничего не увидишь. В заключении, я не могу сказать, что китайская САО плохая. Фраги она делает, и в среднем мне удавалось уничтожить 3 танка за бой. Проблема этой техники выживаемости. Она изрядно страдает. Даже после изменения механики разрушения корпуса, ПТЗ-89 не доживает до конца боя. Кто-нибудь всё равно нас находит и добивает. Будет это зенитка, авиация или любой танк. Большой силуэт приранивается к большому недостатку. Спрятаться не выйдет. Но как бы парадоксально это сейчас не прозвучало, китайская САО мне понравилась. Скорострельная пушка с хорошим уроном всегда вырывается на первое место. Даже несмотря на высокую уязвимость, на стримах я постоянно выкатывал по ТЗ-89. Если что, записи и трансляции можно найти в плейлистах. Исторически, создание новой САО зародилось ещё в конце 70-х. В то время, китай вёл сотрудничество с Западом и был уже готов закупить немецкие пушки. Но сделка не состоялась. Китай пришёл создавать собственное кладкоствольное орудие калибра 120 мм. Проект по многим причинам заморозили. В том числе, из-за появления советской 125-мм пушки. И только в середине 80-х работа пошла в гору. Было создано несколько прототипов. В качестве базы для новой самоходки выбрали гусеничное шасси Type 321. Которое уже использовалось для другой самоходки Type 83 и для РСЗО Type 89. В 1989 году вооружённым силам Китая передали новую партию из 20 самоходных ратерийских установок. Вскоре было построено ещё 80 машин, после чего их сборка прекратилась. Предполагалось, что такие самоходки будут действовать в одних боевых порядках с танками и уничтожать вражескую бронетехнику. Вот такая их потребность стояла под большим вопросом. Но в итоге Китай использовал ПТЗ-89 аж до 2015 года. Сейчас они уже снимаются с вооружения. Но тем не менее, это большая дата. Вот такая история. Пишите в комментариях, понравилась ли вам эта китайская самоходка. А также не забывайте оценивать видео и подписываться на канал. В описании я оставил много полезной информации. Ну и как обычно, я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!